Привет, друзья! Сегодня покажу вам, как проверить резистор и конденсатор. Для того, чтобы узнать рабочий резистор и соответствует ли он номиналу, достаточно просто произвести его замер. То есть мы проверяем его мультиметром и смотрим, какие показания он нам показывает. 9,96, то есть 10 кОм. Теперь давайте посмотрим на схему. Вот он, наш резистор, который мы только что замеряли. Как узнать, какого номинала? В BoardView программе, которая позволяет смотреть сигналы на резисторах и других элементах, можем посмотреть в этой строке. Под обозначением этого резистора мы видим, что его номинал составляет 10 кОм. И как мы уже убедились, при измерении у нас 9,96, то есть тоже 10 кОм. Потому что есть небольшая погрешность в измерениях. Поэтому будем считать, что резистор полностью исправный. Если же у вас будут отклонения существенные от этого значения, то резистор требуется заменить. Еще, что немаловажно, если у вас резистор показывает какое-либо другое сопротивление, не соответствующее его номиналу, то такой резистор желательно проверить, выпояв его с платы. И после этого прозваниваете мультиметром. Независимо от того, с какой стороны какие щупы вы будете ставить, он все равно должен показать вам нужный номинал. Теперь давайте попробуем разобраться с конденсаторами. Возьмем, к примеру, вот такой вот конденсатор. Я вам сейчас покажу его на плате. У большинства конденсаторов одна из ножек всегда звонится на землю. То есть вот мы можем здесь наблюдать, то что вторая ножка это земля. То есть вот мы ее выбрали. Видите, сколько выделенных элементов стало, потому что все это земля. А вторая ножка конденсатора это какой-то сигнал. Чтобы проверить керамический конденсатор, достаточно выставить мультиметр в режим прозвонки и щупами его проверить. Сейчас покажу, как это делается. Переводим наш мультиметр в режим прозвонки. Это вот такой вот значок. И здесь вот он должен тоже отображаться. То, что это именно режим прозвонки. То есть если мы щупы будем между собой замыкать, то мы будем слышать вот такой вот звуковой сигнал. Теперь посмотрим, как проверить конденсатор на самой плате. Ранее мы смотрели конденсатор на схеме. Вот здесь вот он располагается. То есть сейчас у нас стоит режим прозвонки. Для того, чтобы проверить керамический конденсатор, достаточно просто щупами его проверить. Если конденсатор целый, то никакого звукового сигнала не будет. Если конденсатор у нас пробитый, то есть не рабочий, то при прозвонке будет вот такой вот сигнал. Вот и все в принципе. Вот так проверяются конденсаторы и резисторы. Надеюсь информация была полезна. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока.